Доброго времени суток, дамы и господа! Сегодня мы поговорим о довольно-таки интересном реагенте, а именно души. У нас разные профессии имеются в вове, разные крафты имеются, какие-то там посильнее, какие-то послабее. И для разных, конечно, крафтов нужны разные реагенты. Если я, например, открою на текущий момент кузнечное своё дело, которое имеет максимальное развитие, максимальную прокачку в пояса, то можно увидеть пояс под названием нестабильный пояс ледяного огня. Он требует промершую душу и пылающую душу. У многих людей, когда они кидают мне заказы, когда хотят выиграть этот пояс, возникает вопрос. А, собственно, как её вообще получить-то, эту душу? Что для этого нужно сделать? Ведь описание какое-то немножко непонятное. Сегодня полностью разберёмся в этом. Покажу все точки этих мобов, с которых нужно высасывать душу. Ну и покажу, как вообще, с чего начать, то есть какие нам нужны для этого инструменты. Для начала нам потребуется предмет под названием дистанционный вдыхатель душ. Он становится персональным при использовании. Его можно купить на аукционе. Также, если мы кинем абсолютно все реагенты в стол заказов, то нам его может выкрафтить какой-нибудь инженер. Возможно, так даже выйдет дешевле. Можно всё это абсолютно зачекать, посмотреть, поизучать. В общем, гляньте и, как вам удобнее, выкрафтите. Я думаю, спокойно можно кидать публичным заказом, приложив абсолютно все реагенты, даже первого ранга, и поставив комиссию в одну серебряную. Я так делал, и мне так спокойно люди крафтили. Дальше второй предмет, который является расходником, и который нам потребуется для того, чтобы заковать этого элементаля, заковать его душу, это предмет под названием пустая клетка для душ. Такие реагенты можно аналогично купить либо на аукционе, либо выкрафтить с помощью системы заказов. Кину заказ, пускай в рамках этого видосика одна клетка будет, и в рамках одного мопца продемонстрирую процесс поимки всей этой души. Ждём выполнения заказа. И если мы кинули публичный заказ, то через какое-то время, конечно же, мы получим эту клетку для душ на почту. Забираем её и летим к тому мопцу, которого душа нам нужна. Заранее я уже проставил абсолютно все метки. Зелёные точки на карте. В берегах пробуждения тут у нас находится земляной моп. В равнинах Анары у нас находится моп стихии воздуха. Далее лазурный простор. Тут внизу находится у нас мопчик ледяной. И получается тут сбоку, даже видно огонёк, находится огненный моп. Давайте слетаю к огненному и покажу, как это всё работает. Элементалей много находится, что нужно сделать. Пулем его. Бьём. Бьём. Больно бьём, конечно же. Нажмём немножко сейвов. И на лоу хп его нажимаем дистанционный вытягиватель душ. Мы вытянули с него душу огня. Теперь она у нас имеется в сумке. И если ваша задача сводится к тому, что вы хотите получить реагент, то вам нужно продержать этот контейнер 15 минут в своей сумке. У меня же такой цели нет, поэтому я просто-напросто открою сразу. Там питомец может выпасть. Почему бы не пролутать его? Души эти у меня все абсолютно есть в единичном количестве. Питомца не имеется. Но зато выпало 30 пробуждающего огня, что довольно-таки неплохо. Сразу раздроблю его, чтобы лишнее место в сумке не занималось. Ну, таким образом, продержав контейнер 15 минут, вы получите душу. Ну, а я мог получить питомца. Пролечу по другим точкам и просто покажу, где находятся эти мобы, потому что вдруг кто-то координатам не сможет сориентироваться. Нижняя точка лазурного простора. Тут у нас находится пробужденный загробник. Тут, собственно, справа, в водичке, там вдалеке. То есть мопцы имеются, можно выпалить себе абсолютно любого. И под малый его запас хп просто-напросто нужно использовать ту самую вещицу под названием дистанционный выдыхатель душ. Самое главное, чтобы у вас была пустая клетка для души. Если ее не будет, то и каст сделать вы не сможете. Левая сторона равнина нары. Тут нас интересует моб под названием скованный колос бури. Аналогично. Делаем ему малый запас здоровья и юзаем предмет. Таким образом, получаем контейнер и открываем его через 15 минут для получения души. Душа нужна для крафта. Гора, находящаяся в верхней части берегов пробуждения. Нас интересует моб под названием элементаль землекрушитель. Они ходят тут и, что довольно-таки печально, у них имеется опасный каст. Если они у вас его сделают, то вы немножко подкинетесь. То есть каст прервется этого вдыхателя душ. Поэтому нужно быть чуточку аккуратнее с ними. Возможно, дать какой-то стан, фир в тот момент, когда вы начнете высасывать с него душу. В общем, популите и, я думаю, поймете прекрасно, как это все происходит. На этом все. Касательно мобов все рассказал. Касательно высасывания души все рассказал. Касательно крафта поясов. Небольшой бонус для тех, кто досмотрел видео для конца. Написав мне в личку промокод под названием «Пре-кузнец», вы получите нереальную скидку в крафте пояса. Крафт будет составлять всего лишь одну серебряную. На этом точно все. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!